Вот это да, я никогда не видела, прямо что вблизи. И посмотрите, какие они огроменные. Это что-то. Представляете, какая-то махина огроменная просто. Они ходят окунаться даже сюда, хотя здесь нельзя купаться. Я такое никогда не видела, даже не знаю что. Это какие-то резервуары что ли. Вот это масштаб, я в хокке. Друзья, всем привет! Сегодня мы едем в Крым. Конечно, не буду пока раскрывать секреты, куда конкретно мы едем. Всё это вы увидите в ближайших сюжетах. Так что обязательно запасайтесь какими-нибудь вкусняшками. Чаёк себе наливайте или что-то такое охлаждающее, лимонадик, потому что лето. Мы выбрали для нашей поездки вот такую вот погоду. Она немножко пасмурная, потому что, как вы знаете, в плюс 35 на улице путешествовать крайне сложно. Так что давайте поедем. Вернее, мы едем, а вы смотрите. Не забывайте ставить лайк. Погнали! Малыша ждёт отправления. Причём сама сюда запрыгнула, да, малыша? Понравилось слишком путешествовать собачке. Выехали в солнечную погоду. А в итоге едем в Крым, и, видимо, там идёт дождь. На мосту даже было написано, что аккуратно мокрая дорога. Скорее всего, даже нас дождь зацепит на арке. Едем на Новый Николаевку, и здесь вот какой-то хребет. Но я уже по карте посмотрела, называется Хребет Аскар. Так что и в Крыму тоже, в степном Крыму тоже есть небольшие, но горы. Здесь мы ещё не были, поэтому очень интересно, дороги неизвестны. И едем по навигатору вдалеке. Видны ветряные станции, ветряки. Новый Николаевка как-то нас немножко разрушено встречает. Это похоже на какие-то для животных фермы. Да, раньше, видимо, держали. Скорее сейчас всё в каком-то таком удручённом состоянии, честно говоря. Маленькое крымское село. Даже автобусные столовки есть. Конечно, с керчи дверей, как вот. Даже удивлена, для степного Крыма здесь достаточно зелена. Прям хорошо. Деревья такие большие. Видно, что село такое старенькое, потому что домики тоже такие старенькие. Много заброшенного всего. И много техники Сильфос. Значит, занимаются здесь сельским хозяйством. Первая для нас точка будет это ветряные станции. Хочется вблизи посмотреть на эти махины огромные. Потому что вот здесь находится даже целый парк ветряных станций. Керченский ветряной парк, вроде бы, так это называется. Да, их там очень много. Когда ты едешь по Тавриде, их даже не видно. Даже огроменные есть какие. А есть маленькие. Вот это да, я никогда не видела. Прямо, чтобы вблизи настолько большие ветряки. Чем ближе мы подъезжаем, я понимаю, насколько они огроменные. Да, я тоже близко их не видела. Ага. Знаешь, напоминает, как будто это вертолет какой-то. Лопасти, потому что да. Мы остановились. И посмотрите, какие они огроменные. Это что-то. Это так круто, особенно вблизи. Мы, наверное, сейчас даже сюда, да, пройдем? Посмотрим. Я максимально близко подошла к ветрякам, и прямо сейчас они начинают крутиться. Скорее всего, они, возможно, даже заведутся. Ветер стал такой достаточно сильный. Я рассказываю, что это такое. Это Астанинская ветряная электростанция. Здесь насчитывается 10 ветряков. Возможно, что даже их уже стало больше, потому что, когда мы ехали, там были какие-то маленькие. Вот они, видите, раскиданы по всему полю. Ну, вот эти ближайшие и к поселкам, и к дороге. Длина одного такого ветряка более 100 метров, но без учета лопастей. Длина одной лопасти 53 метра, и ее масса 13 тонн. А масса всей 500 тонн. Ну, представляете, какая-то махина огроменная просто. Когда в 2014 году поставили вот эти вот ветряные станции, сразу стало в два раза больше ветра энергии на полуострове. Так что конкретно эти ветряки имеют огромное значение для Крыма. Кстати говоря, Астанинская ВЭС считается одной из самых молодых ветряных станций Крыма. И конкретно всякие механизмы для этих станций создавались на Украине в городе Краматорске. Но сейчас обслуживают эти ветряные станции вроде бы Феодосия. Такие станции, очень интересное место. Скажите, захотели бы вы посетить? Пишите в комментариях. Ну что, посмотрели мы ветряки и едем дальше. Всё, давайте собачки по местам, по машинам. Сейчас мы направляемся в сторону Северокрымского канала. Посмотрим, где у нас вода для крымчан, которая пришла в этом году. Здесь вот проезжать будем ещё насосную станцию. А Крымский, Северокрымский канал, вот там вот впереди, я уже даже вижу его. Ну что, мы подъехали к Северокрымскому каналу. Люди здесь даже рыбачат. Интересно, кстати, насколько вода тёплая. Вот люди с удочками сидят. Здесь самая широкая часть. Кстати говоря, те люди, которые живут в Степном Крыму, например, в Джанкое, они ходят окунаться даже сюда. Хотя здесь нельзя купаться. Ой, ну хорошая водичка. По-моему, это днепровская вода, которая пришла в Крым. Вода тёплая? О, красиво. Наверное, не глубоко, потому что... Здесь глубоко. Да? Очень глубоко. Конечно. И причём здесь очень резко уходит. Считайте, въезжали в Крым. Нас встретил дождь. А здесь пекло. Очень-очень жарко. Даже облака. Эта облачность не спасает. Канал используют для того, чтобы охлаждаться в летнюю жару. Хотя здесь по близости моря, но вот люди, видимо, предпочитают больше пресную воду купаться. Здесь вот такие вот берега. Кустики. Можно спрятаться от жары. О! Здесь можно вниз спуститься. О, это что такое? Ого! Я такое никогда не видела. Даже не знаю, что это. Какие-то резервуары, что ли? Кто знает, напишите, что это такое. Написано, ловить рыбу купаться запрещено. Здесь нет никакого запаха неприятного. Знаете, там около реки иногда пахнет тиной какой-нибудь. Просто свежий воздух. Чистая вода. Конечно, она будет проходить фильтрацию. Все это понятно. Прежде чем упадет в дома местных жителей, крымчан. Но все равно уже радует, что она, во-первых, прозрачная и чистая. А там какая рыба-то здесь ловится? А что это за рыба? Флатва. Флатва. А вы ее потом на еду или для животных? Нет, сила. А, понятно. На засолку. Наверное, вялить, да? Ну, вялить. Сушить, вялить. Да, сушить. Угу. Хорошо. Потому что... Тяжелая такая, да? Такой релакс. Не все же любят морскую рыбалку. Да, да. А здесь хорошо, что есть возможность порвачить. Получается, раньше вообще не заполненные, да, каналы были? Ну, было чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Да, вот сборка и успехом. Интересная какая-то такая техника. А, это для сельхозхозяйства. Подъехали прям вплотную к ветряку. Огроменный. Можно ли почувствовать масштаб? Я думаю, да. Мы такие маленькие по сравнению с ним. Это вы представляете, что это за конструкция какая? Я в шоке. Сейчас я обойду. Видите, какой огромный? Я думала, она меньше. Здесь вот вход для тех, кто эксплуатирует. Вот это масштаб. Я в шоке. Какие мы маленькие по сравнению с этим ветряком. Наверху написано «Винт Технолоджи». Это знаете, как люди в Арабских Эмиратах фотографируются за Бурдж-Халифой? И недостаточно камеры, чтобы передать размер. Здесь тоже самое. Конечно, это не Бурдж-Халифа, но размер впечатляющий. Я просто даже не думала, что они настолько вблизи, огромные. Издалека. Ну, стоят и стоят. Вон они, да. Кажется, ну, более-менее. А когда подходишь, это просто что-то с чем-то. Это нечто. Сейчас по степным дорогам наш путь лежит в поселок Новоотрадное. Он лежит на берегу Азовского моря. Ну, здесь точно альтернативный отдых. Вы просто не поверите, куда мы попали. Здесь? Здесь. Опять? Здесь такие горы приходится преодолевать, чтобы проехать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова